Уважаемые слушатели, у нас сегодня странноватая тема, потому что она связана с вопросами, которые мне задавали, в том числе и на презентациях в последнее время. Она связана с продлением жизни. Значит, дело в том, что всех это в двух заволновало. Проблема, конечно, решаемая насчет продолжительности жизни. Но для этого надо и же заниматься. Но непосредственно в прохидеев и жуликов, которые обещают вам вколоть живительные стволовые клетки, осчастливить вас на всю жизнь. Ну, не очень долго, как показывает опыт наших замечательных, выдающихся артистов, перемерзших в начале нулевых. То есть способов продления жизни пока нет. В этом могу успокоить. Но продлевая жизнь, ее можно очень сильно укоротить. Поэтому будьте аккуратны. Поэтому я немножко потрачу время с такими просветительскими целями, которые, в общем, меня мало самого интересуют. Но, тем не менее, нужно об этом рассказать. Потому что незнание фундаментальных законов рождает массу бытовых ошибок. Ну вот, приведу некоторые примеры. Дело в том, что уже очень много лет назад, еще в конце 19-го, начало 20-го века, люди интересовались этой проблемой. Многие жили хорошо и хотели так жить вечно. Ну, это не получается пока. Но стараются. И даже пять пересадок сердца помочь не может. Все равно труба зовет в смысле ямка. Поэтому всегда интересовали, а каков ресурс человеческий? Ну вот был такой люмьер в 19-20 веке, который провел расчеты. И оказалось, что яйцеклетка, если перечислить ее объем и массу на зародыша, в 500 миллионов раз увеличивается от оплодотворения. И на это требуется всего до рождения 28 делений. Ну, как вы знаете, я многократно говорил, у нас есть хайфлик, ограничивающий наше деление, который около 50 раз. Ну, а на всю оставшуюся жизнь остается еще 22. Ну, на самом деле, там плюс-минус пара делений. То есть ограничения у нас есть, и они связаны с хайфликом, который в 30-е годы проверили тщательно. Безработных немцев было полно, сидели за микроскопом, каждое деление записывали. Ну, искали клетки, которые вечно живут. Ну, и не нашли их, никто вечно не живет, кроме раковых клеток, что, собственно говоря, и используют до сих пор. Это клетки из, по-моему, яичника женщины с онкологией. Они до сих пор пересеваются. А нормальные соматические нет 50 делений, и все, смерть. Хайфлик – ограничение клеточной пролиферации. Но, тем не менее, да, конечно, мы ограничены, но зато как мы можем размножаться? Ребята, это вам так кажется, что один, два, три ребенка. Это нормально, да, конечно. Но в России были по этому делу большие мастера. Ну, вот «Панорама Санкт-Петербурга» за 30-е годы 19 века, например, публиковала такие данные. Речь идет о 1755-м годе. Неков Яков Кириллов в 60 лет, и как тогда писали в этом замечательном журнале, был древний старик, то есть он был помоложе, чем я, поэтому с меня вообще взятки гладкие, был дважды женат. И первая жена после 21 беременности родила ему 57 детей, а вторая жена – еще полтора десятка. Так что этот боец под 80 детей имел. И, в общем, вот это настоящий производитель солдат. Тут уж только позавидовать. Но это еще не предел. В Шуйском уезде из Попы сообщили в тот же самый, в «Панораму Санкт-Петербурга» о том, что Федор Васильев тоже после двух жен изготовил 87 детей. И думает, что они все умерли, как у нас любили рассказывать, красные пропагандисты. Ну, это пока были красные, теперь уже другие. Из 87 детей до 75-летия своего папы дожило 83 ребеночка. Так что репродукция, в смысле бессмертия, вот таким заковыристым способом, она существует. Правда, генокопии обычно не похожи на своих родителей в силу индивидуальной изменчивости мозга, о чем он многократно говорил. Но есть проблема. Это было замечено уже в конце 19 века. Что все хорошо, но нервные клетки не восстанавливаются, новых не появляется. Хотя в конце 20-го любители стволовости развели страшную бучу по поводу того, что они нашли секретные стволовые клетки или пересадили несколько генов, которые радикально меняют судьбу клеток. Ну, потом специальные статьи, опубликованные в Nature, показали, что да, там отдельные метозы удается находить в гиппокампе мозга человека, но они никакой погоды не делают. Из 150 миллиардов у вас десяткам нейронов больше, десяткам меньше, но ничего не меняет. Короче говоря, это вся история. Профанация, связанная с фитальными тканями, с тволовыми клетками, она испарилась. Но, тем не менее, попытки такие продолжаются до сих пор. И здесь надо вспомнить, в чём проблема, как относились к старению в древности. Вот, например, у нас был такой выдающийся учёный, действительно, и тюль оптимизма стоит почитать, как памятник науки и мысли. И я и яичмечников. Кстати, Нобелевский лауряд, не грех его и помянуть. Так вот, у него была теория фагоцитоза, о которой, вспоминая о величии и яичмечнику, но, действительно, холерную настойку распилы с друзьями и прочее, вспоминать не любят. Чеория фагоцитоза состояла в том, что, когда смотрят на усопшего человека, делают гистологию, срезы, и видят, что вокруг клеток мозга собираются какие-то клетки, которые пытаются его сожрать. Они тогда считали всех фагоцитами и говорили, что главное – это бороться с фагоцитозом. Затормозим фагоцитоз, человек будет жить вечно. Вот такая смелая теория, которая, так сказать, нашла отражение у современников, но сейчас не вспоминается из-за некоторой несостоятельности. К сожалению, он видел уже последствия патологических изменений, то есть, когда нейрон умер, его аглии фагоцитируют. Ну, это правда. Но это не причина, а следствие. Вот такая теория существовала очень долго. Она до середины XX века дожила вполне без слабых изменений. Ну, и было много всяких других моделей. Например, был такой Гуфеланд. Его очень любили все, кто занимался старением, значит, вечной жизнью и прочее. Он там напридумывал тьму тьмущую всяких глупостей. Ну, например, о том, что сперматозоиды выделяются и одновременно попадают в кровь. И если, мол, где их заставить туда двигаться, то это омолаживает. Нет, это не омолаживает, к сожалению. Но родилась идея, что через кровь можно омолаживаться. Ну, и через сперму тоже. Ну, известно, что Мао, наш любимый вождь и учитель в недавнем прошлом, кормили его спермой молодых людей. Ну, для того, чтобы придать ему новые силы. Ну, о том, что в желудочно-кишечном тракте она, значит, распадается и никаких вариантов нет. То есть она не попадает в кровь в том виде, в котором хотелось бы. К сожалению, китайские ученые не знали. Но на всякий случай сперму от молодых людей Мао Цзэдун получал регулярно. Ну, вот, не помогло. То есть, по-моему, 83 года, и все. Но надо сказать, что все специалисты по продлению жизни советовали жить весело, радостно. И многие призывают к этому. Ну, помните, если все равно жить стало лучше, жить стало веселее. Надо быть осторожным. Потому что Сапокол, например, я так напоминаю, для общего знания, умер, когда сорвал громкие аплодисменты. Диагор, знаменитый достаточно человек в древности, умер от счастья, когда все его три сына выиграли Олимпийские игры. С племянницей Лейбницин совсем недавно, по нашим меркам, две сотни лет, умерла, когда, пошарив в койке покойного дяди, нашла 600 тысяч франков. К счастью, было так сильно, но так недолго, что она отдала тут же Богу душу. Ну, и царь Ксеркс, как известно, умер от смеха. Его так рассмешили хорошо, что он тоже приставился. Ну, вот, то есть, иначе говоря, даже радостная жизнь не приносит ее продления. И бесконечная возняк врачам, которых так любят женщины, она тоже не гарантирует ничего. Наоборот, увеличение числа врачей, как писали еще в 19 веке, понижает вероятность выздоровления. Ну, и среди этих многочисленных персонажей, о которых я с вами говорил, выделяются, конечно, шарлатаны, которые и сейчас привлекают в себе огромное внимание как людей, так и огромное количество денег. начало все положил граф Сент-Жермен. Он сильно нуждался в деньгах и придумал эликсир вечной жизни, который состоял из сандалового дерева, александровского листа и укропа. Вот этим замечательным эликсиром он подчевал, но сам тоже не очень задержался на этом свете. Ну, и те, кто у него это все покупал с надоби, тоже. Кроме этого, были всякие другие попытки. Ну, самый известный это Мессмер. Животный магнетизм. Секретные икс-лучи, которыми надо человека обработать, он будет вечный. Животный магнетизм. Ну, известные наши фокусники. Эффект Кирлиан, когда высокочастотное поле поместить руку, там вокруг возникает аура. Гурвич в начале 20 века. Как известно, искал морфогенетические лучи, которые управляют формой. Я даже в свое время приложил много усилий, чтобы переиздали его книжку параморфогенетические лучи. К сожалению, это все представляет интерес для науки, но не представляет никакой ценности для продления жизни. Ну, и самые известные фокусники, отголоски которых до сих пор у нас в медицине проявляются, и очень многие люди, в том числе из ныне существующих, выдающихся ученых, не только по размеру, но и по регалиям. Они как раз на этом и зарабатывали. Начал это все Броун Сикар, а не профессор Преображенский, который предлагал омоложение нарезанными яичками молодых людей. Вот у нас этим занимался Воронов в 30-е годы, тоже, там, если нашинковать и в кровь, то омолаживается. Надо сказать, что новое эксгумация этого пещерного способа произошла в 70-е и 80-е годы, когда в нашей стране вдруг неожиданно, прям прямиком из 19-го века, была такая книжка «Лечение заболеваний тканями животных». Вот из этой истории выросло лечение фитальными клетками. Ну, чем они кончились, это понятно, потому что тем же кончилось знаменитая история украинского академика богомольца, который даже написал книжку про дление жизни. Ну, это не к чёмные книженцы, но смысл её такой, что он там подводит некоторые основания для того, чтобы лечить переливанием крови и так называемые цитотоксическими сыворотками. Ну, идея всё старая та же. Взять на фагоцит подействовать цитотоксическими сыворотками и таким образом омолодиться. То есть модель Мечникова в действии. Ну, понятно, что это ни к чему не приводит, хотя он там обещался излечить рак, что, ну, по-не-майнает сегодня наночастицы, соединёнными с молекулами рецепторами, которые прям придут и раковую клетку сожрут. В общем, эта бредятина продолжает процветать. И в современной медицине её функции выполняют так называемые псевдо-стволовые клетки, которые, как вы помните, уже в конце 19-го века было понятно, что число делений ограничено, и в 30-е это было прямом эксперименте подтверждено, и ещё подтверждено там ещё 300 тысяч раз в конце 20-го века. Тем не менее, всё это профанация от переливания крови до перекиси водорода, стволовых клеток, фитальных тканей продолжает жить и неплохо себя чувствовать. Бизнес на наивных лохах серебристых. Вот он продолжается. И когда вас пытаются так подлечить, будьте крайне осторожны. Это может очень плохо кончиться, поскольку, не дай бог, если вам вколят какие-нибудь стволовые клетки или по профессору Преображенскому яичники обезьяны, не дай бог, они окажутся живыми, эти клетки. Тогда они могут вызвать очень нехорошие онкологические изменения. И это очень легко проверить. И многократно проверялось, потому что если онкология возникает у человека само собой, то всегда есть первичный источник. А если она перевита вот таким лекарственным способом, то такого первичного источника нет, а есть уже метастазы. Не советую идти этим путем, потому что неожиданности здесь подстерегают всех лопухов, которые за свои деньги ищут себе такую мучительную смерть. Так что, уважаемые граждане, за знания, которые, надеюсь, вам помогут избежать откровенных глупостей. За вас! Субтитры создавал DimaTorzok